Участились нападки на российских общественно-политических деятелей, не поддерживающих армянскую точку зрения. Как передает ДайАС со ссылкой на Градатор.ру, раньше армянское лобби не стеснялось громких публичных скандалов, требования извинений, оказания давления на работе и так далее. Мы знаем массу примеров, как армяне заставляли извиняться журналистов Веронику Крашенинникову, Михаила Леонтьева, как осаждали редакцию «Комсомольской правды», увольняли редакторов независимой газеты и так далее. Сейчас методы преследования инакомыслящих со стороны армянского лобби принимают гибридный характер. То есть с совмещением различных методов для дискредитации известных лиц, кто в силу тех или иных причин стал их мишенью. Мы работаем над этим, осталось всего четверо. А яхпер, как это четверо? Кто это? Игорь Короченко, Максим Шевченков, Уэтабасов, Роман Агаев. Так, Игорь Короченко, это тот бывший военный. Давай придумаем скандал с его военным прошлым, опозорим его честь и достоинство. Дальше Максим Шевченко. Ара, он слишком много знает о нас. Его вообще никуда не пускать и ни на один канал вообще закрыть его обещание. Кто там еще? Уэтабасов. Его вообще надо депортировать из России на 50 лет. Товарищ Мамаджон, на целых 50 лет? На 50 лет выгнать его из России. Кто еще остался? Роман Агаев. Так, а поручить было, запретить было, депортировать было. Ну, осталось только посадить. Товарищ Мамаджон, а вы сказали древнее армянское телевидение. Это правда? Ара, конечно правда. А Ванес Адамян, знаешь, он первый телевизор придумал. Недавно мы писали о том, что посольство Армении направило ноты в МИД России в связи с высказываниями писателя Захара Прилепина и депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, всего лишь за то, что они выступили против участия России и АДКБ в войне за оккупантские интересы государства Армения. Немногим ранее в конторе Маргариты Симоньян-Арти, известного российского журналиста Максима Шевченко, пытались оскорбить и унизить, сравнив его с собакой. Здравствуйте, друзья. Сегодня я приехал к Антону Красовскому на интервью в русскую редакцию Russia Today и приехал заранее, за полчаса, как минимум, и увидел, что обложка эфира изображает меня в виде собаки. То есть это не карикатура даже на меня, а просто, что нормально, а просто собака, и на собаке написано Шевченко. Помнится, шовинист Семен Багдасаров призывал к физическому уничтожению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, который в рамках парламентской дипломатии работает на российско-азербайджанском направлении. А сейчас дружок Симоньян, Арам Габрелянов, занимается распространением компромата против депутата Савельева. С этой целью используются некоторые российские журналисты и СМИ. Габрелянов, Симоньян и прочие в России руководят целыми медиахолдингами с миллионными бюджетами. Что им стоит нарастить систему своего влияния и проплачивать гонорары за публикации нужных армянству тем и публикаций. Руководимый Габреляновым ресурс Live забросил клеветническую статейку о том, что парламентарий Савельев, в кавычках якобы, активно лоббирует в России интересы Азербайджана из-за возможного личного интереса. Далее, прирученный Дашнаком Габреляновым журналист, Руслан Асташко, опубликовал в YouTube-репортаж, в котором расследовал возможную причастность депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева к крышеванию азербайджанской диаспоры. В обоих случаях употребляется определение «возможная причастность», то есть доказательной базы нет. Иначе армянское лобби раструбило бы об этом во всех СМИ и уже призвало бы линчевать Савельева. Главная цель армянского лобби – ослабить, ударить по репутации Савельева. И не важно, что это клевета. Такой провокатор, как Габрелянов, все равно ни за что нести ответственность не будет. Хотя, если сейчас открыть общественности все «габреляновские» подвиги, мало не покажется. И пару статей Уголовного кодекса Российской Федерации он точно заслужил. Очевидно, сдерживающих механизмов для них не существует. А потому Габрелянов и Симоньян, или Багдасаров, или армянский посол Таганьян, будут и далее вести охоту на российских политиков и общественников, которые не хотят дружить с армянским лобби, в ущерб интересам своей страны. Продолжение следует...